Здравствуйте! Здравствуйте! А вы откуда? Я из России, город Екатеринбург. Я из Литвы. Понял. Что обсуждаете сегодня? Да я вот спрашиваю, что россияне о Литве знают. О Литве? Ну, например, то, что когда-то у нас были, ну, как я думал раньше, что у нас были хорошие отношения, когда мы были вместе, да? Сегодня, оказывается, то, что, ну, когда общаешься с литовцами, не все были довольны, что в советское время, как мы жили, оказывается. Ну, не знаю. Кто-то говорит, что хорошо было в советское время, кто-то говорит, что плохо было в советское время. Не знаю, честно. А вас удивляло то, что некоторые люди говорили, что им не нравится то, что было в советские годы в Литве? Ну, слушайте, знаете, по крайней мере, да, вот знаете, поскольку, там, ну, Беларусь довольна советским временем, Россия довольна советским временем, Казахстан, ну, большинство довольна советским временем, ну, надеялся, что как-то Литва будет довольна. Не знаю, может быть, в Литве было сильно плохо, наверное. Не знаю. Честно удивляет. Я просто сам жил, в Израиле жил, и, ну, для меня довольно удивительно то, что кто-то может сказать, что было плохо когда-то. Удивительно. Ну, а вам эти люди говорили по какой причине? А им не нравится Советский Союз? Ну, например, рассказывал, вот у меня один человек рассказывал, что у него бабушка. ему говорила, что там кто-то кого-то там вывозил, кто-то кого-то заставлял что-то делать. Довольно удивительно. Если так было плохо в советское время, почему вы раньше не вышли в Советский Союз? Так не выпускали же. Ну, как? Какой не выпускали? Так кого выпускали-то? А как досталась независимость в Литве? Ее тоже сразу не отпускали, даже в те годы? Ну, слушайте, знаете, очень интересное слово «независимость». Вот знаете, вот, например, вот, не знаю, я могу сказать «независимость» – это у Германии, у Франции есть независимость. А когда, в конце концов, в Литве много работают, расскажите мне, в Литве много работают, ну, заводы какие-то есть. Ну, заводы есть, люди работают, инвесторы с разных стран приходят, какие-то заводы с литовскими капиталами. Ну, или многие уезжают, в конце концов? Уезжать – это уезжали, когда вот только Литва вступила в Евросоюз, границы открылись, была возможность людям спокойно выезжать и зарабатывать, да, больше, чем в Литве. Но сейчас за последние вот 20 лет, Литва в Евросоюзе уже 20 лет в этом году как раз было. И уже статистика официальная, департамент статистики Литвы публикует такие данные, что люди возвращаются. Сейчас, наоборот, возврат идет населения. А вот вы можете рассказать, сколько было населения, ну, скажем, в Литве, ну… В 90-е годы, вы хотите сказать, наверное? Ну, сказать, сказать, во время СССР. Ну, тогда было больше, а потом стало меньше. Ну, я вам объясню, по какой причине. По той причине, так как в советские годы увеличилось число населения Литвы за счет военнослужащих советских и их семей. А когда Литва вернула себе независимость, вот эти военные советские уехали со своими семьями. Кто-то в России, кто-то в Беларусь, там с разных республик они были. И поэтому вот был первый отток населения, понимаете? Ну, надеюсь, что вернутся. Надеюсь, что у вас получится вернуть людей. Надеюсь, опять же, если вы не врете, что… Нет, вы можете открыть сайт Департамент статистики официальный и все это посмотреть. Ну, слушайте, это же все понятно, что кто-то приезжает, кто-то уезжает. То, что написать сейчас, да, то, что вот у нас все хорошо. Вы же понимаете то, что… Это никак не проверить, да? То есть, это обычное… То есть, даже не документ. Это обычно просто, что люди говорят, что вот выезжают. Нет, как говорят, люди заезжают, люди делают себе декларацию места жительства. Кто уезжает, он, наоборот, выписывается из страны, да? Кто приезжает, то делает себе декларацию места жительства. И по этим данным составляется статистика официальная. Сами же люди, которые общаются здесь, они говорят, что да, многие там уезжают и по Евросоюзу ездят работать. Но это опять же с их слов, опять же, я же не могу их проверить. Правду они говорят, неправду. То есть, они говорят, там уезжают. У меня же без разницы, уезжают, но это же дело лично каждого. То есть, если они считают, что там в Евросоюзе, где-то там в Германии лучше, ну, ради бога. Главное, чтобы им нравилось, чтобы они там не пожалели. Ну, видите, Евросоюз, это такой единый союз, да, где границ нет. И люди из разных стран туда-сюда ездят работать, опыта набираться. Посмотреть просто, даже люди едут, как жизнь устроена в другой стране. Не все же едут чисто из-за того, что денег мне не хватает, да, в этой стране. Нет, это безусловно. И немцы тоже, да, едут, датчане там в другие страны, французы. Это же не значит, что они бедно живут в своей стране и не могут устроиться. Просто Евросоюз, да, и свободное перемещение. Ну, в принципе, это неплохо. Но, опять же, ну, надо стране будет готовиться, чтобы была работа в стране. За 20 лет, когда Литва в Евросоюзе, увеличилась и зарплата, и много что увеличилось. И за счет этого сейчас уже в Литве такие зарплаты, что литовцам не так выгодно в Германии зарабатывать, либо еще где-то. А у них, как правило, в Литве есть своя недвижимость, дома либо квартиры. И с такой зарплатой, которая сейчас в Литве уже, это где-то 1300 евро на руки сейчас уже, вот средняя зарплата. И с такой зарплатой, в принципе, живя в своей квартире, это очень даже хорошая зарплата. И люди поэтому возвращаются, устраиваются здесь уже работать, либо кто-то возвращается с деньгами, какой-то бизнес в Литве открывает, да, ну, кто же заработал. Ну, вот там, сколько стоит сегодня в Литве стоматолог, ну, стандартный, вот сколько стоит. Ну, смотря что делать, вот я недавно ходила, делала чистку зубов, к примеру, да, буквально, да, месяц назад. Ну, это очень обычная, обычно, допустим, ну, вот пломбу поставить, сколько будут. Ну, пломба, видите, тоже зависит от размера и от всего. Простая пломба где-то от 35 евро, наверное, вот так в частной клинике стоит. Слушайте, так это самое, мне странно даже, почему Германия к вам не ездит, в людских ценах, да, у вас очень хорошие цены. Цены нормальные, да. Смотри, например, когда я жил в Израиле, да, мне дико не нравилось то, что у вас в чем плюс, у вас можно торговать, да, ну, у вас это все можно машинами торговать. У нас же это все по морю, поскольку Израиль не имеет, ну, скажем, сухопутных, то есть у нас постоянно корабли, то есть у нас, чтобы бизнес открыть, нам надо сначала все через корабли, а это все очень дорого стоит, кораблями доставка. И поэтому как-то очень-очень, ну, скажем, тяжело это все делать на самом деле, ну, скажем, у вас там много это удобнее делать. Хотя вот я бы, честно, если бы сегодня бы выбирал бы жизнь, наверное, бы что-то выбирал наподобие либо Канады, наверное, чтобы такое спокойное, либо что-то Америка, конечно, ну, в Америку нет, наверное, потому что там чуть-чуть люди работящие. И там это, ну, как бы, там люди сильно, довольно сильные, в плане там они пашут много, наверное, бы не захотел бы столько работы, как они. А вот именно Канаду, да, наверное, больше Канада, чем Америка. А как вы в России оказались? Ну, как, мне 18 лет исполнилось, мне на тот момент казалось то, что, очень на самом деле глупость сделал, то, что мне казалось то, что мужчина должен там, ну, с армией, скажем, ну, у меня отец служил в советское время, и мне хотелось побывать все это, ну, испытать на себе. Я приехал в Россию, мне сказали, что извини, а поскольку мы друзья НАТО были, Израиль же, мы же друзья Америки с Америкой, и на мне сказали, нет, не будешь служить. То есть я не служил в армии там и пошел в Россию служить. Ну, на самом деле, мне сегодня это послужится, наверное, то, что меня не взяли тогда. А получается, вас в детстве родители перевезли в Израиль или вы родились уже в Израиле? Нет, отец просто как бы, ну, отец развелся и решил то, что хорошо, я в Израиле буду жить, если я пойду в армию в Израиле. Мне просто на тот момент казалось, что в России, ну, знаешь, как это вот мальчишский, скажем, ну, даже не так, даже, наверное, то, что ты хочешь показать себя, наверное, вот этому всем, то, что там ты не будешь-то получить, то, что ты там, ну, знаешь, такой весь. То есть из себя то, что ты там, ну, вот это все, которое показывают, скажем, то, что там как дедовщина, и ты хочешь тебе показать то, что ты не боишься этого всего. А потом оказывается то, что, в принципе, да, оно не нужно. Просто ты на тот момент не понимаешь, что у тебя что-то хватает, а что ты сам себя не можешь понять, что хватает. Ну, хотелось, знаешь, попробовать, ты не знаешь, что хочется, хочется даже попробовать, что просто хочется попробовать, знаешь, рассказывают там то, что там, ну, конечно же, рассказывают, что плохо кормят, да, ты думаешь, ну, блин, хочется же попробовать, чем кормят в России, колдат в армии же хочется попробовать, что там за еда такая. экстремальные желания были 18 лет да 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 и хочет хотела же попросту что шло на чем таким кормят ты видишь что там в израиле пришли цели кормят да ну взяли хорошо кормят довольно в израиле вообще очень хорошо относятся к людям в плане и работы и армии то есть там и боксы у нас есть ланчик лаучите то есть очень хорошо нас каждый день солдаты уходят ну утром до уходят в армию еще приходят с армии многие не все но многие то есть у нас ребята служат очень хорошо как так вышло что вот вы в россии так и остались потом после 18 лет знаешь всегда есть надежда да что что-то станет лучше да что вот вот она станет лучше потом ты думаешь ну блин не бывает же такого что станет подумаешь еще наверно станет лучше еще еще и что что-то лучшее происходит безусловно но потом это знаешь вот это когда наверное произойдет то что ты уже психанешь поймешь то что блин вот не получается всем то что но не хотят вот люди изменяться тогда наверно да хотя много чего хочется поменялось но наверное будущем наверное если не произойдет того что чего чего ожидаешь наверно все-таки переедешь знаешь что ты меня допустим очень сильно расстраивает то что например когда люди приезжают допустим карлсон был да вот который так как раз который знаешь какая безопасная какая хорошая ты сидишь и думаешь 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 ну ты приедешь я там не в москву да то нахера говорит что что москве безопасно ну так понятно ты выйди в 12 в москве или двадцать сану через москве почему ты нем говорит что безопасно понятно пока пали сколько ты там вышел в центре города вышла в центре города он безопасно красиво ну блин минут ну так наверно в америке наверное сил выйдешь центре города Kerry тоже никто не стреляет центре города там я думал что и в литве то же самое из stamala происшествия ну я не знаю по этому что знаешь мы будет мало по крайней мере если ты лишь центре города в двери полицейских, да, имею в виду. Но если ты выйдешь в какой-то опасный там, скажем, переулок, да, или куда-то зайдешь, где есть такое, то наверняка люди, скажем, будут уже не совсем адекватны. Просто знаешь, вот меня в последнее время расстраивает то, что люди это несут, то, что там, ну, хочется больше, хочется больше. Хочется лучше, хочется больше. Потому что, ну, всегда человек хочет больше, хочет лучше. А в России, вот как сейчас настроение, люди довольны своей властью или нет? Знаешь, так скажу, что люди довольны, но, ну, скажем, знаешь, вот, допустим, знаешь, как сказать, то, что говорят все красиво говорят, ну, то, что все нормально, то есть люди зарабатывают деньги, ну, как живут, как живут. Просто знаешь, я в последнее время начал возмущаться тем, что мне не совсем, ну, нравится то, что, ну, вот это отношение нравится в плане то, что, ну, мне хочется, чтобы просто, чтобы чуть-чуть больше было, чтобы чуть-чуть лучше было. Просто знаешь, бывает, что читаешься каких-то новостей, тебя расстраивает, а почему вот, ну, вот так вот, да, почему там вот получше не могли сделать? Могли же получше сделать, почему не сделали? Ну, возмущаетесь только вы или в вашем окружении тоже есть люди, которые возмущаются? Возмущаюсь я, но, опять же, я быстро отходчивый, знаешь, я возмущаюсь, возмущаюсь, то скажу, а ладно, хрен с ним, пойду это самое и скажу, ну, хрен с ними, как бы это самое, ну, я просто после новостей, так скажем, немножко взбудораживает бывает то, что вот это все, то, что, знаешь, хочется лучше, хочется, чтобы как-то, ну, чуть-чуть ближе к Москве, чтобы развиваться в плане, ну, развития, а тебя постоянно как-то, ну, что ли, не дают, а хочется прямо, знаешь, чтобы прямо именно развиваться. Хочется, вот, например, больше, чтобы было развитие в сфере, там, допустим, машиностроения. Вот сейчас читаю, да, допустим, там, Китай, там, хочет, там, одно сделать, там, по-другому сделать, да, там, третье отменить, потом изменить, и ты читаешь и думаешь, думаешь, ребят, думаешь, вот вы что, не можете машины построить? Думаешь, ну, блин, у вас есть художник, есть, техноры есть хорошие, ну, создайте вы машины сами. Чего вы, как это самое? Вроде не совсем идиоты же. Вроде как и делали машины сами. Блин, в чем проблема? Ты же, наверное, знаешь, что рассказывают, вот, при том, ну, приближается НАТО, там, какие-то ядерные оружия рассказывают. С одной стороны, я понимаю, можно понять, да, людям, да, что, а почему вдруг это самое, ну, почему там приближается. С другой стороны, с другой стороны, ты понимаешь то, что, вот, я сам жил с Америкой, да, и Америка ничего плохого не делала. То есть я видел и американских военных, видел, я видел много ребят, видел, то есть это адекватные ребята. То есть я, ну, общался с ними сам. Ну, понятно, что это были русскоязычные ребята, но, тем не менее, абсолютно хорошие ребята это были. Я не знаю, честно.